Здравствуйте, дорогие наши подписчики! С вами опять я, агроном компании Ваш Сад, Людмила. Я рада приветствовать вас на нашем YouTube-канале. Сегодня мы поговорим о таких прекрасных растениях, которые знакомы нам с самого раннего детства. Когда-то давно, куда бы вы ни зашли, будь это детский сад, поликлиника и любое, как теперь модно говорить, офисное помещение, везде мы видим такие вот симпатичные висячие растения. Вот, что же это за растение? Это всем известная традисканция. Но почему-то в народе есть такое некрасивое название, как бабьи сплетни. Это, видать, из-за того, что это растение ампельное, вот из-за этого и дали такое название. Сейчас есть очень много разных видов традисканции. Это и зебрина, это и приличная, это и бледная или фиолетовая, как мы на нее говорим. И мелколистковая, то есть их есть море, на любой, вернее, вкус и цвет. Но, в принципе, так как это семейство одно и то же, можно говорить, что все они требуют одинаковых условий содержания. У себя на родине, кстати, родина у этих растений это Северная Америка, это растение очень-очень распространенное. Кстати, чтобы вы знали, есть растения, вернее, традисканции не только однолетние, есть традисканции и многолетки, которые мы можем высаживать в саду, в почве, и они будут прекрасно себя чувствовать. Причем очень красиво цветут, невзирая на меленькие цветочки, цветут очень хорошо и целое лето. Вот, ну, эти растения требуют очень много яркого света. Причем реально, ну, настолько много, сколько можно. Единственное, что, когда у нас, ну, наше лето, оно уже последнее время чуть-чуть неадекватно себя ведет по отношению к нам и растениям, потому вот в полуденное солнце все-таки хочется притянить это растение, чтобы на этих нежных листиках не было ожогов. Температура для выращивания этих растений идеальная в наших условиях. Плюс 25, а если будет выше, это тоже хорошо. Но это касается, опять же, весна, лето, часть осени. А вот зимовка, конечно, когда мы заносим уже в комнату, например, с балкона или вообще зимовка, температура должна быть ниже. Вот, объясняю, опять же, почему. Температура должна быть ниже, потому что растения при высокой температуре, но при недостатке солнечного света очень вытягивается и теряет всю свою красоту. Кусты становятся некомпактные, междоузели становятся длинными, и мы вместо красивого компактного куста получаем что-то такое растрепанное. Из-за этого температуру нужно снизить. Кстати, как и нужно снизить поливы. Летом это огромный водохлеб. Чем больше даете водички, тем лучше растение себя чувствует. Не болото, конечно, но полив частый, опрыскивание, свежий воздух. Это все, да. Зимой же мы полностью прекращаем такие поливы. Удобрения мы даем, начиная с апреля месяца. Вот даем, и причем, опять же, так как растение очень интенсивно растет, оно требует очень много питания. Поэтому рекомендую этому растению при пересадке или посадке ставить все-таки удобрения пролонгированного или длительного действия, которые работают 4-4,5 месяца. Таким образом вы будете знать и будете спокойны, что ваше растение накормлено, но при этом не будете каждый раз вспоминать, ой, кормил, ой, не кормил, давал удобрения, не давал. То есть проще все-таки пользоваться удобрениями длительного действия. Кстати, у нас есть осмокот, который по своему составу как раз подходит для декоративно-лиственных растений. Грунт должен быть рыхлый и плодородный. Если мы покупаем грунт, даже у покупной грунт рекомендуется добавлять перлит для того, чтобы он был более рыхлый. Очень легко укореняется верхушечными черенками. В водичку и буквально несколько дней вы сразу получаете корешки. В вазон обычно садят не один черенок, а садят их несколько. Чем больше череночка в вазончике, тем более вы видите симпатичный компактный кустик. Это растение точно так же. Стричь как стричь, но обламывать те веточки, которые выходят за форму, которую вы пытаетесь растению придать, пожалуйста, можно. И эти же веточки можно укоренять. Между прочим, это растение, которое легко укореняется в водичке в течение всего практически сезона. За цветение. Цветочки мелкие, невзрачные, но тем не менее, когда цветет весь куст, они выглядят очень-очень презентабельно. И еще хочу сказать, что в зависимости от сорта, есть не только белые цветочки, но есть голубые, которые, конечно, смотрятся вообще волшебно. Вот такое вот легкое растение. Можно выращивать. Это одно из тех растений, которые наряду с хлорофитумами являются чемпионами по очищению наших квартир от всяких там смесей, которые нам не нужны, и чемпионами по производству кислорода. Выращивайте традисканцию, радуйтесь. Вот, приходите к нам, консультируйтесь. Всегда рады вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова